здравствуйте дорогие пользователи портала моё онлайн и те кто смотрит нас на канале в youtube сегодня у нас очередной выпуск программы право руля с вами я обозреватель газеты моё роман попрыгин и наш эксперт приветствуем качки селёв представитель комитета по защите прав автомобилистов сегодняшняя тема я думаю на слуху у многих и я думаю что это самая обсуждаемая сейчас и горячая новость для автомобилистов воронежских это введение платных парковок в воронеже напомним что с с весны будущего года марки практически весь центр города у нас превратится в одно сплошное платное парковочное пространство стоимость одного часа парковки будет стоить 40 рублей штраф полторы тысячи подробно о том как будет функционировать эти парковки мы уже неоднократно писали на нашем портале мои онлайн и в газете мою а сегодня мы с никакой ночи попробуем обсудить все-таки вот такой вопрос что же все таки будь и себе представлять платные парковки для воронежа скорее плюс или большой ну и конечно не можем не затронуть какую-то такую правовую сторону этого вопроса для для разминка это правовой пока я не забыл хотел упомянуть что здесь будет небольшая ломка еще сознания водительского что нарушение по нарушение правил платной парковки ну не оплата установленный срок не в установленном количестве это будет уже прерогатива не госавтоинспекции районных админициативных комиссий вот вот такая новость это нарушение будет в рамках нашего кодекса воронежской области вынесена новая статья да еще в пятнадцатом году была внесена эта статья за нарушение платной парковки присутствует предусмотрен штамм штраф 1500 рублей ну еще раз повторюсь собственно весь процесс привлечения к ответствии будет уже не в госавтоинспекции а в рамках административных комиссий но комиссии особо не сейчас пока не на слуху то есть мы даже толку мы не знаем кто там у них сейчас но вообще по закону туда могут привлекаться все есть сотрудники полиции и депутаты наши чиновники и даже общественники то есть там не ограничен приглашали пока не приглашали пригласят я думаю вряд ли вряд ли состоится но сначала пусть будет предложение потом будет принятие решения чего бежать вперед паровоза вот ну а если обжалование касается обжалования данного вынесено постановление тоже уже по известной истории через суды наши вообще конечно вопрос с оплаты мне кажется будет самым основным потому что даже белгородцы где платной парковки уже несколько лет действует они до сих пор многие еще даже не привыкли к тому как как оплатить эту парковку что во первых не предусмотрена возможность оплаты наличными можно будет оплатить через специальные паркоматы специальной картой либо банковской картой либо через sms либо через приложение на смартфоне вот представьте себе человека там ну средних лет до которые не пользуются гаджетами у которого нет банковской карты и что получается он не сможет проблему лучше смотрят уже что несу представляю как все это будет но мне это легче я честно говоря хоть автомобили с большей с большим стажем но свои поездки в ценах прекратил еще лет пять назад вот примерно по той же самой причине я приехал мне нужно в банк заехать на пушкинской 9 января я поехал и так это по чуть ищу еще где припарковаться еще ищу нарушать там не нельзя конечно да сами понимать вот результате я нашел нормальное место парковки где без нарушений под да я мог припарковаться титулся в районе цирка и пешку я пешком винулся назад туда пять минут назад 10 минут туда и потом когда для себя почесал даме зачем вот он очень проще дайте достану еще да но не больше такой ситуации чтобы все вот дай машину и подъехай все я принципе понимаю что он вот этого об этом задумывается сейчас многие автомобилисты которые станут перед такой обязанностью вот это платить деньги уже на платных парковках цена вроде как и не пугает на первый взгляд да там за часто вообще 40 рублей но вот момент оплаты уже да это проблема будет причем даже вот и я знаю московский опыт там тоже это очень долго приживалась причем уж там все там и люди продвинутые и аппаратура вся там была которая сбоев не давала но все но были проблемы сирос оплата были про конечно нельзя исключать и технические сбои да то есть вот представьте да раньше возможность стоять на этом месте 15 минут бесплатно да нам представляется за это время мы должны как бы успеть оплатить не факт что нужно успеть да я схему смотрел вот в районе откуда начинается от работницы суда эта зона там ближайший паркомат довольно далеко нужно еще и спортом позаниматься чтобы быстро сбегать до паркомата к тому же платеж может и ну я не знаю как это будет 10 но вполне возможно предположить что платеж может не пройти а в это время будет проезжать мимо зафотографирую и что потом делать как же потом бушу только жалоба административным комиссиям до получать по комиссиям какие не знаем запрашивать видеосъемки что имя там не стояла я стояла я вот тут я бежал но это очень проблема но мне кажется мы спошли в такие детали уже как будто бы других проблем нету давайте откатим чуть назад я лично считаю что воронеж пока не дорос до такого европейского опыта и опыта нашей столицы у нас нет совершенно условий для введения платных парковок ну кроме того что большая напряженность в центре вот да с этим я согласен но это далеко не единственный показатель и основание для введения платных парковок ну сами понимаете во всем мире если так любят нам это тыкать этим европейским опытом да и что мы от него не можем никак никуда деться ну общественный транспорт как-то в европах работает лучше чем у нас в москве работает лучше чем у нас но вот восемь часов из центра уехать невозможно вообще невозможно вот опять свежий пример из практики у нас есть сейчас все пригороды где а люди работают в воронеже но у меня там родственники живут в явном туда невозможно уехать после на пяти часов вечера все не ходят там шутки 4 км пешком вот я прошел по грязи там ничего я дошел еще но люди это об этом думают и он скажет ну хорошо лучше я там где мы сейчас во дворы заеду приткнулась ну мне нельзя без машины ребенку в школу вести опять же у нас какая проблема огромные жилые массивы не школу не садов люди мотаются работает тут ребенок там живут там это все годами у нас скапливалась и принципе пока это только накапливается я не вижу никакой динамики парк попытки разрешения вот этих больших городских проблем и тут же прям раз нам через 30 лет нам вперед опережают время как бы нам не хватает сейчас только платных парковок но посудить сами очистом действительно с отвратительной ну когда больше половины подвижного состава эти газели ну как умели в миллионный город кто когда на газелях возил не ну слава богу сейчас какие-то подвижки все-таки стали в этом 30 автобусов больших грузов стали переходить с газели на большие грузы вот но еще раз повторю тот подвижной состав который сейчас есть он не в состоянии перевести но даже если он и есть вот имеющийся он имеющийся но но это не спасет город совершенно понимаете и кроме кроме того что он должен быть в принципе да подвижной состав определенной подъемности пассажир вместимости должна быть еще и маршрутная сеть грамотно по городу распределена у нас 50 процентов маршрутов все на плехановский проспект революции десятки улиц у нас вообще без общественного транспорта 45 ссылковая беговая там район процессора огромный там вообще они вообще на шилова сейчас задыхается подгорная 1 газелька ходит и вы хотите что и сейчас это примерно 90 процентов населения из подгорного ездит на своих машинах город и сейчас одним распоряжением пера мэра и кого-то губернатора вы сейчас всех заставить и пересесть на эту газельку но это бред об этом никто не подумал хорошо общественного транспорта дальше многие люди готовы опять же обратимся к опыту москвы готовы будут пересесть когда их финансово начнут душить и но извините меня опять же со всего пригорода рамоль новая усман держите явные подгорные у нас даже сейчас еще из более дальних все и районов ездит город на работу ибо там вообще негде работать готовы будут готовы были бы оставлять автомобили свои на на пересадочных площадках и уже в центр города въезжать на общественном транспорте но и от разговора таких парковках перехватывающих был велся я знаю лет пять я слушал это даже на всех планировать конкретные места определены в районе мостов да 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 они удобно там действительно было бы удобно но ничего нет ничего нет где людям машины то бросать даже тем кто действительно примет эти правила игры и согласиться и будет рад оставлять свою машину этого тоже нет года три назад вы помните был разговор о том что порядка пяти семи многоуровневых парковок построит вот по периметру этой платной зоны но все-таки бесплатно если платной но не на проезжей части вот смысл это была тоже верная идея то сначала людям дайте возможность где-то все-таки хоть заплату ставить машину но тем самым освободить проезжей части центральной центральных улиц тоже их нету так сказать вот городского урани есть да под торговыми центрами знаете там где-то скафлехановская это рынок центральная чижова центра опять же они далеки от необходимых объемов которые если все равно даже туда сейчас если люди сами ноги там уже ставят паркуются там рядом работает и часенька в часы пик они прям бывают плотничком и а город ничуть у нас свободе не становится сами видите ну и не только это еще и городу должны были построены развести нужно пешеходные потоки надземные и подземные пешеходные переходы развязки в разных уровнях разные части города чтобы чтобы поток транса и развести распустить и когда же вот все есть потребности все городские выполнены ну для тех кто какой-то уже вот хочет шиком стоять уже там где-то и подъехать него но хорошо введите платные парковки тут я могу согласиться с тем что европейский мировой опыт его не отменишь мы придем к нему но вот пока мы к нему еще близко не подошли а решение уже принято и с марта нам это чудо придется пережить еще негативный момент опять же с учетом опыта москвы я кстати не дам туда у съездил сейчас расскажу неминуемо потому что ну даже рублем у нас сознание прививается не так быстро нужно время сейчас тысячи автомобилистов начнут искать щели в соседних дворах они уже должны начинать готовиться уже согласовывать проекты установки шлагбаумов по опыту москвы там сейчас вот я был ни одного двора уже бы шлагбаум нету все вот все закрыто но все за счет жителей раз во вторых есть и минусы больного человека уже как зря не завезешь не встретишь постоянные конфликты в москве на входе того чтобы скорая помощь она не может подъезду подъехать обязана но не может где искать кто это шлобаум откроет не во всяк не во всех дворах есть на входе дежурный охранники то есть часто тому старшую по подъезду вот опять проблема по полицейские то нет нет мимо проедет по двору я вот вижу по кольцовской по дворам и маршрут патрулировать проложен вот сейчас все вам будет закрыто кто-то куда поедет то есть негативных момент очень много и я полагаю что не все просчитано кстати раз мы заговорили про неудобства для жителей центра тут ведь еще такая получается на мой взгляд дискриминация да то есть если я живу в центре то я теперь не могу оставить бесплатно свою машину ух и тушь это вообще и свяжу в северном пожалуйста не понять только как бы все логично да а спрашивается я доза к за что пострадал ну здесь вроде бы как вводится понятие резидентов то есть тех людей кто при предъявлении паспорта с пропиской или там договора аренды квартиры сможет получить льготный абонемент на эту паркунцию платить придется платить за вот поэтому здесь наверное нам следует ожидать волну недовольств жители центра да и она опять же 1 час 2 это кажется вроде немного там 100 рублей заплатить практически все смогут себе позволить а когда вот человек там живет он машин там все время ставит ну справедливость стоит отметить что парковка будет действовать только в дневное время с восьми утра либо до шести либо до восьми вечера до выходные и ночью да 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 правда у нас есть вот нефть и общественность выступает там сразу не пони не подумал что они такие ярые противники обчу это выходные дни бесплатно парковку нет надо еще и шоу не должен не будут так выступать рьяно за это за побор из людей ну общем мнение такое что рановато рановато воронежу еще эти паркоматы ставить а вот про московский опыт месяц назад пришлось поехать на машине до москвы доехали со всеми даже метями платными участками там пять или шесть раз сейчас останавливаешься ну за четыре с половиной часа доехать принес раз вообще пустая никаких проблем до мкада доехали а нам осталось 20 километров там на северо-запад москвы 20 километров ехали два часа и вот тебе все эти платные парковки в центре ехали платный парков там либо платный парковка стоит многие места заняты на есть свободные другая часть улиц просто стоит знак остановка запрещена подогроза эвакуации и вот так это 5 10 метров в час мы чух 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 то есть то что там ввели эту платную парковку ничего не изменило затем собственно когда уже доехали на место вот я вижу мне вот в этот дом теперь я уже задумался как где я я-то буду парковать машину опять же еду медленно ищу поток тормозится на две полосы едут я не знаю куда мне разгоняться я еду 30 в час виноват извините но сейчас 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 нашел свободное место 20 минут назад я возвращался пешком саму месту нам не надо все загорожено везде шлагбаума везде остановка запрещена если два места выделено под платную парковку они заняты вот такой негативный опыт на обратном пути довелось поехать в час пик туда мы приехали в один часов вот этот период был такой с точки зрения воронежских улиц но самый свободный период времени обратно поехали в 6 часов вечера как раз вот все ломанулись домой москвичи и мы в эту кугу но заносим личным примером тоже посмотреть интересно было в этот раз мы до домкада возвращались три часа причем у самого центра москвы то есть все тут я посмотрел как это все не там живет работает парковки заняты люди деньги платят там миллиарды рублей в год собираются автомобилистов ехать по москве стало ничуть не лучше чем было пять лет назад как раз время начала этого опыта парковочного поэтому с учетом такой интерполяция могу предположить что в воронеже во-первых года два мы сейчас будем в диком непонятности и бардаке из-за этой оплаты как платить где платить человек может приехал первый раз жизни в воронеж его опять на полторы тысячи наверняка жена за ребенка привез в больницу другой час будет искать нет я не я не умею платить я сегодня найду пристану да он уедет подальше найдет день во дворе на тротуаре припаркуется опять нарушит создать заполнение проблемы для движения жителей этого дома возможно для даже для движения оперативных слуг пока эту трясет конечно конечно как-то трясется принципе любой вопрос решаемый можно вообще перегородить все дороги шла балм и все и проблема решится не будет движения в воронеж но соизмеряя все за и против никто же такое решение принимает потому что это чревато очень негативные последствия вот и здесь еще ну рановато рановато ведь программа наша все написаны но почему они не реализованы но сейчас добавилось бы у нас пяток развязок центре города уже бы центр города вздохнул туда никто не ехал они объезжали бы был бы лишний мост через реку воронеж уже было бы лучше ну вы так говорите вот подземный пчел на переходом мост это сколько миллиардов я понимаю а как метро то у нас уже цену назвали 35 рублей пешеходам тоже надо двигаться ведь вот город должен быть удобный для всех любят у нас повторять а какой удоб сейчас пешеходу даже если где-то припарковался становишься пешеходом становишься перейти через дорогу проблематично многие нерегулируем пешеходные переходы убрали с этой позиции к над наоборотах сделать больше и больше ну вот вот в этом плане я так для себя те вывод сделал пытаясь его донести и до тех кто принимает эти решения в масштабах города полагаю что поторопились и все же как-то у нас слишком много пессимистично негатива пессимизма какие-то положительные моменты вот из того что сейчас у нас появятся платные парковки вы можете все-таки выделить да с трудом ну не знаю опять же немножко помечтать и и подумать представить несколько лучше ситуацию чем я реально себе представляю возможно центром города немножко немножко станет легче но я я осмелюсь предположить что это немножко на глаз даже будет не ощутимо потому что опять же ведь смотрите все эти платные парковки собираются делать на имеющийся ульдом сети без каких-то там съездов в этих новых площадей и все вот все сейчас висит знак останов запрещено люди стоят их за это таскают штрафуют и вот собственно все беды видят в том что люди стоят с нарушения право дорожного движения и создают пробки через три месяца люди будут там же стоять но только за деньги и вы думаете что пробки пропадут что да нет они могут немножко облегчится только из-за того что ну все-таки есть ряд граждан который там кто-то осознает кто-то был уже и так на грани принятие решения о пересадке на общественный транспорт и вот это малая часть но это будет но не 35 процентов которую с трудом мы даже на глаз заметим остальные будут щемиться в мару по центру и создавать новые проблемы не в этом месте так в соседнем посмотрим будет сливаешь про ждать осталось недолго кстати вот еще недавно уже я понял в думе наши приняли решение уже доходы от еще пока несуществующих платных парковок внесли в бюджет и вот 2016 году в восемнадцатом году в следующем планируется от них получить в бюджет города 25 миллионов рублей а по концессионному соглашению городу идет идет 25 сейчас на первых порах пока 25 процентов пока не от всех собранных да и вот значит 25 процентов так прикинули видно за девять месяцев эксплуатации парковок даст нам принесет 25 миллионов ну если взять за основу пойти по другому пути 6000 парковочных мест 8 часов 40 рублей час то есть при стопроцентной загрузки я понимаю это теоретическая цифра но при 100 100 процентов загрузки 25 миллионов собираются за два дня работы парковок вот этот тоже так сказать получается такой момент что и наши законодатели тоже недюжи оптимистично относятся к этой идее ну осторожный 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 осторожничай хорошо давайте с этой темой покончим действительно скоро мы уже все увидим своими глазами пощупай пощупаем да припаркуемся и попробуем это все дело платить надеюсь что нас за это не штрафу наверно наше время подошло концу дорогие друзья не забывайте писать нам письма присылайте их нам редакцию по адресу улице ли дирекцию 54 или на электронную почту ром собака к пв точка ру там вы можете задавать свои вопросы или предлагать темы для наших будущих программ ну а мы с вами прощаемся желаем всем удачи на дорогах до новых встреч до свидания